Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Главные темы дня. Национальный совет Западной Армении приглашает на конференцию, когда кедровое дерево в огне. В Вериване в преддверии КОП-29 пройдут акции с требованием немедленного освобождения армянских военнопленных. Музей Институт геноцида выступил с заявлением. Новое исследование рукописей в Матанадаране. Арман Татуян и Герам Степанян обсудили с главой арцахской епархии вопросы прав армян-арцаха, распространение кори в Ахалкалаки, очередная попытка Анкары исказить армянскую историю Ерзанка. Национальный совет Западной Армении, Национальная ассоциация армянских ветеранов и сторонников, Ассоциация армянских ветеранов Франции и борцов сопротивления, делегация патриотических союзов и сохранение исторической памяти приглашает принять участие в конференции касательно ситуации на Ближнем Востоке, когда кедровое дерево в огне. Конференция состоится 30 октября 2024 года в 16.00 в Доме бойцов Антип Жуан-Лепен по адресу проспект Пастур, 12. В конференции примет участие председатель Национального совета Западной Армении Армена Кабрамя. Церемония пройдет в соответствии с протоколом. Защитник прав человека Республики Арцах Герам Степанян на своей странице в Facebook написал следующее. В преддверии конференции ООН по изменению климата КОП-29, которая состоится в Азербайджане в ноябре 2024 года, в разных странах мира стартовали акции с требованием немедленного освобождения армянских военнопленных из заложников, незаконно удерживаемых в Азербайджане. Присоединяясь к акциям, 11 октября в 11.00 мы планируем провести акции перед офисом ООН Восточной Армении, МИД Восточной Армении, посольствами Российской Федерации, Французской Республики и Соединенных Штатов Америки Восточной Армении, в ходе которых письма с требованием будут переданы адресатам. К инициативе присоединились бывшие защитники прав человека Республики Арцах Юрий Айрапетян, Рубен Меликян, Артак Бегларян, также бывшие защитники прав человека Восточной Армении Арман Татуян и Лариса Алаветзян. Акция начнется у офиса ООН в Армении. С нетерпением ждем вашего участия. Защитник прав человека Арцаха. Начались работы по капитальному ремонту мемориального комплекса геноцида. Из государственного бюджета Восточной Армении будет выделено 743 миллионов драмов. Учитывая 110-ю годовщину совершенного против армян геноцида, работы по обновлению мемориального комплекса будут проводиться два основных этапа, не нарушая деятельность мемориального комплекса. На первом этапе будут решены проблемы дренажных и ирригационных систем. На втором этапе капитальный ремонт музея-института, который начнется в середине 2025 года. Во время ремонтных работ мемориал для посетителей будет открыт. В рамках гранта, предоставленного Комитетом высшего образования и науки Министерства науки, культуры и спорта Восточной Армении, Матендаран приобрел рентгенно-флуоресцентный анализатор, оборудование которое позволит изучить металлические детали, использованные в оформлении обложек рукописных книг, миниатюр и писем. Также их количество. При этом будет реализовано одно из важных положений стратегии развития Матендарана. Подвергнусь научному описанию, помимо содержательного описания рукописи, внешние компоненты оформления, драгоценные и полудрагоценные металлы и камни. С помощью прибора база данных по рукописям будет расширена и дополнена, что придаст новое качество их изучению. С целью развития навыков использования прибора в недавно созданной группе биохимических исследований рукописей Матендарана были организованы учебные курсы. Арман Татуян и омбудсмен Арцаха Гегам Степанян посетили пресвитер Арцахской епархии Армянской апостольской церкви. Состоялась встреча с предстоятелем епархии, его преосвященством, епископом Тер Бартанесом Абрамяном. Были обсуждены вопросы, связанные с правами арцахских армян и сохранения духовного и культурного наследия Арцаха. Также вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности, с целью информирования международного сообщества всеми возможными способами об угрозе армянскому культурному наследию на территориях, находящихся под контролем Баку. Осенью 2024 года в школах муниципалитета Ахалкалаки начали распространяться острые вирусные и инфекционные заболевания. По словам директоров, ситуация постепенно стабилизируется. Однако в некоторых школах все еще много отсутствующих. Заболеваемость кори в школе номер один такая же. Сезонный грипп встречается чаще. Заболеваемость кори в школе номер два снижается. Однако некоторые классы на неделю были закрыты на карантин. В школе номер три случаев кори довольно мало. Число пропусков занятий в школе номер четыре сократилось. Больные кори на карантине. В целом ситуация улучшается. Анкара в очередной раз пытается исказить исторические реалии, представляя свою версию военной истории Ерзенка. Исследование Танера от «Земира», члена Союза турецкого языка и литературы Ерзенка, утверждает, линия обороны Ерзенка якобы была усилена под руководством Шап-Паши, подчеркивая жизненно важную военную роль города. Однако реальность совершенно иная. Ерзенка – древний армянский город, известный религиозным, культурным и экономическим значением. Согласно легенде, именно здесь, в храме Анаи, царь Тардат Великий встретился с Григорием Просветителем, когда он публично исповедовал свою христианскую веру. В городе было пять армянских церквей, самой известной из которых основанная Григорием Просветителем церковь Сурт-Нешан. Церковь имела важное значение, в том числе как последнее пристанище Ованеса Ерзенкаци. Армяне Ерзенка понесли тяжелые потери, особенно во время резни 1895 и 1915 года. Во время погромов 1895 года спровоцированных турецкими властями были убиты сотни армян. В 1915 году во время геноцида армянское население было насильственно депортировано. Большая часть их была убита в ущелье Камаха. Пережившие геноцид жители Ерзенка и их потомки расселились по всему миру, укрываясь Советской Армении, США, Франции и других странах. Сегодня Турция продолжает пытаться искажать исторические реалии, утверждая о лидерстве шаппаши и усилении линии обороны. Подобные аргументы направлены на сокрытие и предание забвению армянской исторической действительности. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok